предлагается такая повестка да вы наверно видели в программе наших лекций до была такая тема она называлась опыт до опыт применения ну и так далее до последних лет то есть опыт оценки безопасности здания сооружений с использованием там современных методов алгоритмов и программ значит я вот как что придумал как выйти из этого безвыходного положения где-то недели три назад ну наверное около того я выступил с докладом может я вам об этом говорил а может вы сами видели с докладом на ежегодные международные конференции пользователей энсиса до программного комплекса энсис который состоялся в москве это был пленарный доклад там были так был собственно доклад и вопросы ответы да с этим докладом можно познакомиться у нас на сайте но я имею ввиду на ютубовском значит канале нашим да это же выложено и на ютубовском канале российской академии архитектуры строительных наук но как вы понимаете это доклад формат которого регламент которого предусматривал очень такое краткое изложение там за 30 минут я должен был уложить весь доклад за 30 минут ну и там были еще вопросы ответы это еще минут 20 заняло да ну вот опять же в youtube канале вы это можете посмотреть я решил сегодня поступить вот каким образом поскольку речь идет об опыте да опыте конечно это опыт вниз не складывается исключительно к использованию программного комплекса энсис дал вы знаете мы используем и другие программные комплексы но все же все же наиболее такие знаковые до характерные ответственные уникальные значит объекты и соответственно сложные задачи мы решали все-таки в обосновании безопасности зданий сооружений основании несущей конструкции да мы все-таки решали с использованием вот этого тяжелого софта да не скроем этого да ну и собственно скрывать особо нечем поэтому я как бы построю сегодняшнюю нашу лекцию вот именно на том материале который я читал но попытаюсь для вас его развернуть именно в контексте до под углом зрения безопасности зданий сооружений вот ну и уже потом во вторую очередь да все что связано и там начать с чистым моделированием соответственно с программами комплексами в данном случае энсис да ну и так сказать с теми подробностями которые этому сопутствуют как видите доклад называется достаточно претензионно претензиозно но это как бы соответствует действительности что 20 лет в наукоемком сегменте российского строительства ну это правда это правда действительно мы впервые познакомились с энсисом примерно в девяносто девятом ну где-то там ближе к 2000 году ну тому были определенные обстоятельства они может быть сегодня не так интересны ну вот объекты и задачи достижения и проблемы это как раз объекты и задачи вот которые мы решаем обосновывая безопасность зданий сооружений достижение и проблемы это с те самые достижения которые извиняюсь тактологии мы достигли за это время ну и проблемы с которыми мы боремся да ну или которые мы решаем вообще проблема это не диагноз да это просто некое состояние так и в зависит от того как мы к этому состоянию относимся спустя рукава да так сказать не глядя на них или осознавая их и решая их собственно зависит будет зависит то как эти проблемы будут решаться насколько успешно и так идем вперед не буду сейчас как бы вот эту часть рассматривать да с вашего позволения это тоже не буду рассматривать ну я сразу хочу вам сказать что вот за время как бы существование только научно-исследовательского центра стадио мы рассмотрели исследовали обосновали с точки зрения критериев безопасности в том числе различных да и комфортности более 400 объектов это очень большой послужной список он как вы видите есть ну по крайней мере все что с 2000 года происходило в нашем поле да есть у нас на сайте так это и называется да называется опыт расчетных исследований ну в данном случае подробнее с 2000 года расчетных исследований разработок ну вот фрагмент этого так сказать с этой страничке нашего сайта здесь есть если кому интересно вот как бы подробности возможно так и есть вы можете посмотреть и даже так сказать посмотреть некие подробности этих исследований так на этом сайте ну я уже говорил да что на прошлых двух занятиях да что ничто нас так не учит да так не дисциплинирует не не заставляет нас как бы ставить задачи извлекать уроки как расследование причин аварий обрушений но в том числе трагических до на прошлых двух занятиях могут рассматривали этот объект вы помните до трансваль парк на самом деле еще целый ряд других объектов у нас было да вот через два года к нам пришел буквально через два года 23 февраля 6 6 года 2006 обрушился басманный рынок целиком да тоже на фоне больших снеговых нагрузок и как бы последствия были еще более трагичные печальные если вы помните трансваль парк там было 28 погибших здесь было 66 это было ночью 23 февраля 2006 года мы тоже занимались экспертными исследования тоже выполнили цикл вот полный цикл экспертизы судебно-строительно-технической как ни странно я об этом говорил наверное да это расследование до сих пор не закончена не с нашей части а счастье значит следственного комитета то есть еще таскать не выявлены как бы те кому надо предъявлять ну как бы претензии да вот поэтому значит я пока не могу об этом или и не рассказываю никому потому что моя подписка соответствии с уголовно-профессиональным кодексом да он она остается в силе был еще целый ряд объектов но вот объект тоже москве известный это крытый конькобежный центр крылатская вы спросите почему я их таскать на одну доску или там на один слайд с трансвалем и басманом действительно это не вполне корректно не вполне корректно то есть это корректно в той части что здесь произошла авария до авария то есть вот одна из двух оттяжек которая держала вот этот это вот сооружение видите ван ты да такие преднапряженные которые держат покрытие этого большепролетного конькобежного центра известного москве но вот когда сломался сломалась одна из затяжек точнее говоря палец да ну звено будем говорить действительно такая авария произошла почему тема отдельная можем ее обсуждать но это не привело в отличие от трансвалии басманного к прогрессирующим обрушению да то есть покрытия или там конструкции покрытия они не обрушились да да произошло такая такой произошел как бы волна прошла такое колебание да назовем это так и система приспособилась да то есть она как бы повисла повисла на оставшихся в живых конструктивных элементах да то есть тут вот как раз мы увидели воочию да что вот защита от прогрессирующего обрушения это не просто какой-то какой-то ну так сказать придуман придуманный какой-то термин да это не просто какая-то чья-то фантазия да что это на самом деле может быть а может и не быть вот в случае трансваль парка и забегая вперед скажу басманного рынка да у этих конструкций у этих сооружений не было обеспечена защита от прогрессирующего обрушения поэтому выход из строя одного из конструктивных элементов не буду напоминать каких можете посмотреть привела к прогрессирующим обрушение всей конструкции вот с вытекающими трагическими событиями да в отличие от этого в отличие от этого до для крылацкого значит тоже выход из строя конструктивного элемента важнейшему конструктивного элемента потому что было всего две оси оттяжки да вот мы видим их эти оси оттяжки а одна из них вышла из строя оказалось да что это авария это аварийная ситуация назовем ее так не привела к прогрессирующим обрушение потому что сооружение было защищено от прогрессирующего обрушения той конструктивной схемой которая была реализована ну естественно и теми расчетами которые были выполнены в обоснование защиты от прогрессирующего обрушения ну в отличие от этого вот следующее сооружение вот здесь вы видите такое вполне заурядное да намеренно я здесь его показал она тоже по времени приходится вот примерно на начало 2000 готов 2005 или 6 могу ошибаться подмосковье да такой цех производственный да ну не самый большой как вы видите достаточно тривиальный с точки зрения конструктивной схемы колонны фермы стропильные под стропильные да значит это здание обрушилась нас период завершения строительства до целиком упала то есть упали упали все покрытия и колонны да ну часть колонн осталось правда да но вот покрытие все упало последствия не были столь резонансными не были столь резонансными но там погибло два человека но это где-то под москвой и никто не то чтобы кто-то это сильно заминал но на фоне разумеется и трансвалии басманова это выглядело как такой мелкий эпизод да не самый опасный тем не менее мы занимались этим объектом тоже и на основании вот такого детального анализа расчетного с учетом тех факторов в том числе нелинейных которые здесь следовало учесть выявили в чем была причина да то есть это опять же значит вот такое прогрессирующее обрушение вследствие локального начального разрушения так ну ошибки проектирования скажем так ну вот теперь я вам показываю перескакиваем и очень очень надолго то сказать на вперед да вот 2018 год начала вот наша молодежная команда которая получила золотую медаль коллективную золотую медаль за комплекс работ научно-исследовательских в обоснование безопасности 6 стадионов чемпионата мира по футболу до 6 стадионов чемпионата мира по футболу ну на эту тему мы еще тоже наверняка поговорим и сегодня тоже да потому что здесь ну как нигде может быть как зеркале отразились вот все наши достижения последних десятилетий я бы так даже сказал в этой области многое с того о чем я вам говорил во время лекции тоже да но и вот как бы мы видим тут реальную выращенную молодежь о которой я говорил помните да как бы уроки которые мы должны были извлечь из трансвальпарка да это основной фактор человеческий да то что недостаток так сказать такого человеческого потенциала да так сказать обученных кадров но мы видим что за эти годы нам удалось этот недостаток в известной степени восполнить мне конечно хотелось чтобы таких людей таких специалистов но понятно они могут быть только молодые потому что старые не переучиваются до их было больше но тем не менее мы видим что целый ряд уже так сказать вот лауреатов значит которые через руки мозги которых прошли ни один не два и даже уже там не три четыре объекта до показываю это в том числе как ободряющий пример и для вас уважаемые магистранты да ну помните мы говорили о программных комплексах тоже один из выводов экспертизы трансвальпарка что требуется как бы серьезно подходить к оценке достоверности до программных комплексов и верифицировать их на соответствие тем возможностям на которые они заявлены или использованы в тех или иных расчетах вот это показано свидетельство на энсис ну и ряд других программных комплексов теперь давайте посмотрим с точки зрения именно задач безопасности то есть определение основных параметров напряженно деформированного состояния там динамики прочности устойчивости какие задачи вот какие те самые достижизмы и проблемы до оставшиеся может быть не до конца решенными мы имеем здесь так повторяя я начинаю как бы с анализа именно напряженно деформировал состояние потому что не скрою это такой основной массив и по объему и по роду нашей деятельности и по степени нашей вовлеченности которым мы занимаемся и который как вы знаете требуется сегодня при обосновании безопасности всех уникальных особо ответственных зданий сооружений требующих научно-технического сопровождения через неделю кстати говоря с небольшим москве состоится такой семинар который мы проводим впервые обратите тоже внимание на сайте стадио до семинар как раз по научно-техническому сопровождению вы что-то сказали а мне мне просто в ухо какой-то такой сильный звук зашел я думал что вопрос какой-то ко мне так вот эти задачи составляет основной как бы объем не только наши вообще в рамках научно-технического сопровождения проектов до основной объем таких исследований альтернативных до помните выводы трансвальд парка что расчеты должны проводиться как минимум на двух альтернативных расчетных моделей в разных верифицированных программных комплексах и только на основании сравнительного анализа результатов и приведения научными повторяю методами до этих результатов приемлемое соответствие по основным критериальным параметрам можно заходить в экспертизу утверждая что ваш проект обоснован с точки зрения критерия безопасности в достаточной степени ну вот мы здесь показываем объект который отделен по времени не так сильно от вот этих объектов экспертизы причина обрушения трансвали и тем более басманова это был 2010 год 2010 год это терминал новый терминал аэропорта внуково под москвой есть такой рапорт вы знаете один из нескольких но из трех основных я бы сказал аэропортов то есть шереметьево домодедово внуково на юго-западе москвы в чем проблема там была вы спросите ну мы в этот объект вошли как бы достаточно случайно ну как во многие другие я бы сказал да не предопределенно точно но очень к месту дело в том что он проектировался и рассчитывался другими организациями причем не на альтернативной основе а вот пространственная система покрытия часть фрагменты и показан плану и показан здесь до стержневой модели но буквально за несколько там недель я бы даже так сказал до предполагаемого предполагаемой сдачи этого конструкции покрытия опять покрытия до трансваль басманы все покрытие до сдачи в эксплуатацию были высказаны некие тревожные сигналы данные да но я сейчас не буду говорить кем и когда и почему в которых ставились под сомнение прочность вот этих самых узлов нетрадиционно решенных вспоминаем трансваль да там были сложно сочиненные узлы здесь тоже как видите такие непростые металлические узлы соединения конструкции ферм да ну или структурного покрытия да то есть пояса раскосы которые вот соединяются в такие сложно решенные узлы ну повторяю вы это понимаете у нас к тому времени был уже опыт не только трансвале и басманного но их в том числе и мы взялись за эту работу то есть достаточно оперативно рассмотреть напряженно деформированное состояние причем в нелинейной постановки геометрические физически то есть тут мы предполагали и не ошиблись своих предположений что тут возможно пластические деформации да то есть не физически нелинейная работа вот и надо было оценить долговечность этих узлов то сколько они выдержат как бы проектный слог службы это сто лет примерно до или таскать меньше или больше но если меньше значит надо их усиливать больше все окей вот такая работа была сделана мы вы видите что в программном комплексе nsys и мы встроили вот эти объемные модели этих узлов ну мы видим фрагменты да вот этих узлов та степень подробности с которой эти узлы рассматривались встроили пространственности жневую модель покрытия но стройка происходила с помощью метода так называемого субмоделирования и получили результаты да при комплексе нагрузок и воздействия но как бы основными из которых были собственный вес технологические нагрузки ну и конечно куда же без них снеговые нагрузки до которые тут составляли такую порядочную роль по порядочную часть да вот здесь показаны результаты этих исследований в частности напряженно деформированное состояние узлов включая распределение пластических деформаций которые показали которые показали что возникают такие пластические деформации в локальных зонах концентрации напряжений что неудивительно но возникает они в таких очень локальных при поверхностных зонах вот этого объемного узла и потом как бы расчет оценка долговечности да ну мы тут использовали нормы атомные как наиболее продвинутые ну и не скроем одни завтра этих норм который используется в атомной энергетике для оборудования атомных станций и трубопроводов показала что при тех циклах нагружения которые включают максимальную снеговую нагрузку но за все время до как бы максимально вот таких циклов если считать что раз в год там выпадает такая нагрузка выпадает такой снег что конечно неправда это в запас он выпадает раз 50 лет такой так вот даже при таком снеге 300 лет работы этого узла обеспечено да то есть накопление повреждений достигает условной единицы да то есть максимально допустимого за 300 лет вместо 100 по проекту то есть тем самым было показано доказано да что значит срок службы этого покрытия больше проектного что узлы не являются слабым местом они не требуют некого усиления ну или иной модификации и буквально там через несколько дней юрий михайлович ложков был такой политический деятель мэр москвы это был последний год последнее лето даже его так сказать пребывание на этом посту помните пожары были тогда в москве и подмосковье точнее говоря значит он перерезал ленточку да то есть вот в июле если я не ошибаюсь 2010 года этот объект был пущен в эксплуатацию ну я там бываю довольно регулярно на этом аэропорту естественно не со специальной миссии а как пассажир до улетающий прилетающий внимательно слежу и даже фотографирую фотофиксирую вот эти узлы их там довольно много но пока я там ничего такого печального не увидел на так что в этом смысле это является таким косвенным подтверждением достоверности наших результатов еще один объект примерно тех же лет 2011 примерно если я правильно понимаю год это такая была волна объектов сочинской олимпиаде здесь вы наверное узнаете угадываете один из основных таких спортивных объектов прибрежного кластера меритинской низменности сочинской олимпиаде это как сейчас называет дворец спорта большой там где проводились все матчи олимпиады по хоккею до шайбы но это один из наиболее архитектурно выразительных объектов он получил массу там архитектурных премии и с точки зрения конструктивных решений тоже был не обойден вниманием но вот мы были как раз на альтернативной основе занимались расчетными исследованиях то есть другими расчетами занимались конструкторы да и мы сопоставляли результаты ну как это уже было необходимо к тому времени проходили главгосэкспертизу с ним да вот здесь показаны фрагменты до этих моделей но вот достаточно это увидеть и посмотреть в любом интернете там да вы можете увидеть этот объект в живую насколько он выразителен красив функционален и как ни странно до сих пор находит применение как в спортивном так и в развлекательном значит таком плане ну вот некоторые результаты для трибун конструкции трибун показаны ну для олимпиады было много других объектов это отнюдь не только значит вот такие стадионы или дворцы спорта вот например единственная в россии которая построена по требованиям олимпийским санна бобслейная трасса ну коль скоро мы с вами так это беседуем вольно как вы думаете значит как часто строится вот такие санна бобслейной трассы вообще в мире даже не не в россии как вы думаете совершенно верно раз четыре года не чаще существует единственная практически говоря фирма ну точнее говоря автор до этой идеи в мире который это дело проектирует у которой как бы такой патент можно так сказать на это дело с которой работает олимпийский комитет международный мог и который вот как бы вместе с естественно с хозяевами проектирует вот и так сказать принимает скажем и потом использует да эти объекты во время олимпиады это вот раз четыре года во время очередной зимней олимпиады ну вот россия тут не стало исключением здесь вот такая трасса который состоит из множества секторов значит часть этой трассы была занята под под женские там и бобслей и саночки некие еще там какие-то так сказать разные другие да вот но нас интересовало не это то чтобы в период значит как бы прохождения спортсменов до их не выкидывала как это было например в канаде манкувере их не выкидывала за трассу ну и при этом чтобы само сооружение главным образом да так держала так сказать сейсмические нагрузки температурные нагрузки ну и так сказать нагрузки вот снаряда со спортсменами да вот такие исследования были проведены тоже вы тут видите фрагменты моделей но на фрагменты результатов у нас пока времени не хватит но вот некоторые результаты тут показаны некоторые сейчас делаем некий разворот разворот на время потом вернемся который вроде бы результаты которого вот этих исследований не имеет прямого отношения к вопросам безопасности но в том виде как это трактует по крайней мере федеральный закон 384 как это трактует как бы сидящий под ним сп и гост и вот тут вроде бы вопросы совсем другие да это вопросы комфортности до которые регулируются санпинами друг другим сводом норм до санитарных норм так называем до которые предполагают ну как бы комфортное да не угнетенное состояние значит ну жителей или посетителей тех или иных значит заведений тех или иных зданий и помещений так то есть какие мы должны удовлетворить условия но в частности одна из групп условия одна из групп критерий предполагает что уровень шума связанной с вибрацией должен быть неких критериально допустимых норм на ночь нормы это определяется значит децибелами это уровень шума который осредняется по неким октавам ну намеренно произношу некие слова которые возможно вам неизвестны но надеюсь что услышав их вы полезете в википедии или еще куда-то и узнаете что это все известно в чем была проблема здесь да и как мы ее пытались решить значит проблема была вот такая такого свойства она характерно отнюдь не только для этого здания а практически для многих зданий и комплексов которые проектируются строится и эксплуатируется в городской застройки прежде всего да ну тем более вот в зоне в зоне движения метрополитена и тем более в зоне станции метрополитена там где состава метро они тормозят и разгоняются то есть создают наибольшие вибрации до которые могут передаваться через грунт через основание но в качестве исходного воздействия по сути сейсмического такого сейс микросейсмо воздействие на здание да на основании на фундамент здания да конечно с точки зрения прочности ну или там критерия безопасности эти воздействия ну не то что вряд ли а стопроцентно не приведут к потере я там несущей способности ну или удовлетворить нарушение каких-то иных критерий безопасности да то есть точки зрения механической безопасности эти воздействия не опасны да но они могут создавать такой уровень вибрации на перекрытиях стенах ну во время уже проживания до жильцов ну или есть это офисные помещения пребывания условного офисного планктона какого-то да что люди просто могут сойти с ума ну я так беру крайний случай до что есть такой уровень шума причем он может не восприниматься до людьми как ну опасно да но будучи постоянным ну или вот с неким периодом да может приводить сначала к дискомфорту а потом просто и к болезненным последствиям так вот так вот такая задача стояла перед нами да да это не вопрос безопасности но смежный вопрос более того вопросы которые как вы как мы увидим с точки зрения расчетного математического решается одними и теми же методами как ни странно да и мы хотим это показать еще и потому что это опять же та ситуация помните трансвальд парк где мы очень активно сотрудничали с экспериментаторами где здесь тоже потребовалось не чисто расчетная расчетный экспериментальный подход да то есть вот уровень воздействия на покрытие на основание на фундаментную плиту условно говоря или на сваи фундамента да нам требовалось снять экспериментально это мои друзья мой мой друг вернее точнее говоря со своими коллегами такую работу проделал вот мы видим тут сейсмограмму то есть график ускорений до на сваях когда еще здание не было построено вы спросите а почему не после а после уже поздно если мы построим здание и там будет уровень вибрации больше допустимого ну или там шума уже ничего не сделаешь да то есть надо это здание как-то будет не знаю значит сносить или еще что-то с ним делать да как-то реконструировать по полной программе что никто не мог себе позволить а существовали какие-то иные решения да они были изначально они были предложены но они были очень дорогостоящие не технологично то есть предлагалось не выполняя вот таких расчетных исследований которые вот выполняли мы расчетно экспериментальных поставить это здание на вибро амортизаторы ну или на вибро демпфер точнее говоря да это очень дорогие вещи и как бы они дорого стоят дороги в эксплуатации ну то есть вот по оценкам застройщика это фирма интека известная в то время в россии в москве да вот это стоило порядка 100 миллионов рублей то есть это не бесплатное удовольствие да да еще дорогое в обслуживании так вот наши исследования должны были показать если так сказать приводить это какому-то общему знаменателю до показать нужны эти вибро демпфера или нет то есть грубо говоря если уровень вибрации нашими расчетными расчетно экспериментальным исследований были бы показаны такие что они были бы больше допустимых до вибро демпферы должны были бы быть поставлены какое количество какая расстановка да с какими параметрами это отдельная тема но они должны были бы быть если нет если уровень вибрации меньше ну значит они не нужны но это большая на нас ответственность потому что здание потом будет построена но она уже построена это был повторяю лет 10 назад будут проведены замеры уже на отметках мы об этом тоже договаривались и если мы были бы не правы мы договорились что мы как бы платим неустойку на то есть все что нам было заплачено мы выплачиваем назад да и это еще так сказать не самый плохой выход да как вы понимаете и так мы брали за эту работу вот на таких достаточно кровожадных условиях и вот что мы получили ну значит не буду говорить обо всем но если как бы аккумулировать это дело получили что уровень вибрации ну и шума с ним связанным до оказалось во всех частотных диапазонах во всех октавах меньше да чем вот допускается как предельные до допускается сан пинами тем самым мы сделали вывод не двусмысленный что никаких дополнительных мероприятий антибибрационного свойства до против движения вот против этих колебаний до основания предпринимать не надо этот вывод был принят во внимание реализован на практике то есть не были установлены не какие-то никаких вибро демпфирующих опор потом были проведены испытания когда здание было построено и все наши выводы с блеском подтвердились это как раз вопрос насчет силе математического моделирования да ну вот в данном случае в купе с экспериментальными исходными данными вот тот объект который я вам показывал применительно к экспертизе вы уже мне сегодня его назвали да но тем не менее здесь он тоже у нас есть потому что мы его в криве в кость как говорится да хвост и в гриву значит исследовали на разных этапах его жизненного цикла но вот здесь показаны значит собственные частоты и формы колебания с учетом реальных характеристик как геометрических так и физико-механических характеристик этого сооружения но и некоторые приведенные характеристики основания вот это очень интересный объект сочинской олимпиады опять мы поскакали да я про этот объект вам вам говорил помните в связи с тем как надо строить математические численные модели да какие критерии на построение модели это как раз тот самый объект который нам достался буквально за несколько месяцев до его сдачи до в эксплуатацию это горный кластер до горный кластер красная поляна сочинской олимпиады это объект инфраструктуры это торгово-развлекательный центр сейчас он называется город горки мол тогда это называлось значит торгово-развлекательный центр в комплексе горные карусели так мы видим что это такой пятиэтажное здание торгово-развлекательный центр наверху последний этаж это аквапарк опять аквапарк да прямо некуда деваться с вот с такой света прозрачной сетчатой оболочкой да вот это вот девушка как и прочим другие которые тут рекламных целях снята значит плавая на спине например в этом бассейне глядя вот в это света прозрачное покрытие может зимой например увидеть снежные снежные вершины вот значит тех гор которые подходят порядка трех тысяч метров до высотой там горы ну вершины по крайней мере да то есть это конечно такая хорошая развлекуха который который сейчас пользуется большим успехом там и во время олимпиады это когда запустили тоже пользовалась но с точки зрения расчетов там было не все так просто значит этим объектом занимались внимание как вот жизнь устроена до турки помню помню трансвальд парк с турками да здесь тоже турки другие конечно турки до более мощные более серьезные которые отстраивали практически весь горный кластер все сооружения горного кластера не строили да там трамплины и вот тусану санна бабслейную трассу и вот этот городок весь город с гостиницами там и прочими дам горный карусель все значит они строили и вот этот объект тоже но в смысле расчетном они оказались не очень хорошо подготовлены и в частности то что я вам говорил помните что они разрезали эту модель на 5 независимых моделей в лире и считали их независимо мотивируя это тем что но нету других возможностей у лиры это как раз было их изобретение и соответственно то что мы должны были преодолеть то есть мы построили общую модель на единой фундаментной плите пяти блоков разрезанных деформационными швами вот эти пять этажей и наверху покрытия на как тех самых резинометаллических опорах антисейсмических да то есть в общем такая сложная сочиненная модель при воздействии максимально расчетного землетрясения девять с половиной баллов ну проект на землетрясение восемь с половиной и очень большой снеговой нагрузкой порядка тонна 200 1 тонна 200 килограмм на метр квадратный да но это вот нагрузка которая по с.п. нагрузки и воздействия для этого горного климатического района да просто положено вот такая модель эта модель в институт мы видим здесь кстати опять же ту же схему да со встраиванием трехмерных узлов с очень уже куда более подробные конечно элементной моделью этих узлов чем это было в трансвале и даже во внуково да но время идет вперед возможности повышаются и возможности энсиса и возможности компьютерной техники да вот поэтому нам становится доступны и все более и более подробные конечно элементные модели в которых мы можем определять параметры напряженной деформированного состояния с учетом факторов нелинейности все более и более точно да вот мы видим здесь и сварные швы видите с какой степени подробности они таскать замоделированы но и подходящие значит вот эти элементы балочные да ну и вот сопоставление например до сопоставления чего чем здесь не сопоставление здесь мы видим статические перемещения при разных там нагрузках воздействия и собственно частоты и формы колебаний этой системы да ну заодно скажу что здесь естественно проводились сопоставления с альтернативными расчетами эти расчеты вот выполнялись в энсисе альтернативные выполнялись в лире лире саппор повторяю это был тринадцатый год ну самое начало 14 прямо перед олимпиадой и буквально за там две недели до начала олимпиады этот объект прошел главгосэкспертизу ну и соответственно был сдан буквально еще через несколько дней в эксплуатацию мы вы спросите что это за объект вы даже можете спросить и будете правы почему мы не видим такого рода объекта построенным ну или по крайней мере в как-то в информационном поле в общем в этом нет ничего удивительного потому что вот в таком виде в таком виде как вы здесь видите на этом слайде этот объект как бы преподносился разрабатывался и исследовался расчет надо с точки зрения статики динамики безопасности очень ограниченное время но буквально год-полтора то есть тогда когда был вот такой предпроектный вариант башни ахмат-тауэр в грозном он тогда был вместе со шпилем 400 метровым сейчас он строится проектируется и начало строительство как 435 метровый в другом проектном исполнении а это был как как здесь наверное это заметно ну такой полностью бетонный вариант железобетон до железобетон но в виде некой аналогии такой увеличенной аналогии войнахской башни такой стражевой которые достаточно широко используется и встречается в горах кавказа да ну такая реплика только такая увеличенная вот такой войнахской башни ну и надо было посмотреть оценить в условиях повышенной сейсмической активности опять же максимальное расчетное землетрясение порядка девяти с половиной баллов вот увидел 6 метров в секунду квадратных но на спект на акцелерограммах ускорения это вот примерно как раз и есть девять с половиной баллов вот как откликнется да вот это сооружение и каков уровень армирования да ну предположим средний если его не дозировать не дифференцировать не стратифицировать этот уровень армирования принять его среднем по всей вот этой больнице ну точнее говоря по всей башне значит какой уровень будет достаточным для того чтобы это здание пережило максимально расчетное землетрясение вот интенсивностью девять с половиной баллов который характерно для района грозного да а такая работа была нами выполнена причем вы видите что здесь проводились ну на первой стадии во всяком случае сравнительный сопоставительный анализ программных комплексов энсис и абакус ну на финишную прямую до вышел абакус сейчас скажу почему вот но вот на стадии упругой работы да как бы собственной частоты формы колебаний проектное землетрясение по линейно-спектральной теории здесь работал и ансис и абакус и ансис и абакус показывали близкие результаты как только речь зашла о максимально расчетном землетрясение вот об этом здесь потребовался значит нелинейный анализ да то есть учет нелинейных деформаций железобетоне с возможностью частичного раскрытия трещин до нули там раскрытия трещин с одной стороны при растягивающих напряжениях и крошение бетона до выкрашивания при чрезмерных сжимающих напряжениях ну а в динамике понятно есть и то и другое на поскольку знака переменная нагрузка серьезная соответственно знака переменные напряжения и деформации вот такой анализ в абакусе был проведен с использованием встроенной туда развитой модели нелинейного железобетона так называемая модель concrete damage plasticity cdp сокращенно да вот с помощью этой модели мы провели такое исследование и показали и доказали да что при двухпроцентном армировании до двухпроцентном армировании железобетона вот эти верхние этажи ну вот это вот скажем от этого окошка до этого проема вся вся вверх практически сносится максимально расчетными здесь нам падает на там образуются сквозные трещины по всему так сказать плану а при четырех скажем процентном армировании уже сквозного не возникает до возникает локальные разрушения но они допустимы по критериям прохождения максимального расчетного землетрясения для обеспечения со стойкости знания по действующим нормам да то есть вот как бы было доказано что четырех процентного армирования будет достаточно для того чтобы воспринять без прогрессирующего обрушения воспринять девяти с половиной бальной землетрясение вот как вы видите какой какая сила современных современного математического моделирования численных методов и программных комплексов ну тех из них которые эти модели и методы реализуют еще один объект высотного строительства мы на него зашли лет пять назад лет пять назад тогда когда этот объект был практически уже построен но вот он был примерно вот в этом состоянии вот третьем да вот не не первым не втором а третьем то есть там заканчивались по сути фасадные работы опять же вы спросите что нас туда занесло на как нас туда занесло и и кто нас туда занес вот на этом самом этапе завершающим ну да действительно проект был уже создан утвержден московской экспертизой более того мы потом узнали что этим проектом занимались несколько компаний в разные периоды начиная с иностранной компании английской и вот заканчивая нашими расчеты проводились тоже альтернативные расчеты несколькими компаниями да это же они показали близость результатов и были утверждены в рамках прохождения московской государственной экспертизы что же нас туда занесло опять же это как бы проявление закономерности через некую случайность оказалось что потенциальные покупатели этого небоскреба он называется эволюция до москве сити эволюция по-видимому архитектурно один из наиболее выразительных объектов москвы сити бить и такое 4 спиральная днк если такая была вообще до 4 спиральная днк только закрученная не в левую а правую сторону да то есть правосторонняя такая днк но мой сын белый говорит что таких не бывает но архитектурное домысл вполне это допускает называется да так вот это 4 спиральная такая днк пространственная до авторы вернее покупатели потенциальные а это не больше не меньше как госкорпорация под всем известным названием транс нефть вот она вознамерилась купить это здание целиком для своих целей до разместить там главной офис естественно на верхний этаж посадить президента вот мы вспоминаем да значит всякие вопросы комфортности тоже да вот чтобы на верхних этажах уровень ускорения не было там больше чего-то ну иначе президент транс нефть сойдет с ума вот будет ли это кому-то плохо кроме него это еще тоже вопрос да но в принципе могут быть последствия так вот вот это госкорпорация в рамках таких пред покупочных до процедур она готова была заплатить за это здание порядка миллиарда долларов наняла некую компанию такого геодезического свойства вернее те которые проводили лазерное сканирование этого здания то есть они хотели оценить в каком состоянии находится вот этот код но это не совсем кот в мешке да он не в мешке вот поэтому значит с помощью лазерного сканирования они хотели посмотреть как или насколько отклонились основные несущие элементы этой конструкции но прежде всего вот эти колонны видите такие прямые колонны которые пронизывают да вот нити спирально закрученные да потому что основными несущими элементами является на самом деле вот эти прямые колонны но и вот это ядро жесткости до лестничной лифтовой ядро жесткости который внутри ну колонны вот эти закрученные тоже кое-что на себя берут но очень незначительно очень значительно и оказалось что оказалось да что результаты этого лазерного сканирования поэтажного да и горизонтальных перемещений до отклонений этих колонн дали результаты не просто количественно а качественно отличная тех которые были в расчетах но в расчетах которые обосновывали проект ну естественно они имели несколько контактов с авторами проекта благо они были доступны те не могли им объяснить как бы в чем причина расхождения а главное насколько это опасно да пом мы вспоминаем о критериях безопасности да не является ли это маркером того вот это отличие перемещений что и усилия там другие до стало быть и прочность там до несущая способность потом двум критериям предельного состояния может быть там нарушена да ну и так далее да то всякие ужасные мысли роились в голове значит транснефти из предположить что у транснефть есть мозг да то значит насколько это опасно и стоит ли им покупать такой объект да ну или там по-другому вот в результате они вышли на нас их строительный департамент так называемого благо там были люди которые были наслышаны о наших значит достижениях вот в этой области и сделали нам вот такой заказ чтобы мы разобрались в этой ситуации провели соответствующие расчетные обоснования на основании в том числе данных вот этого лазерного сканирования как показывающие фактическое непроектное вспоминаем да а фактическое состояние и главное далее значит оценку и прогноз да что с этим зданием делать да то есть она каком состоянии находится сейчас и будет находиться в обозримом будущем так сказать допустимым до работоспособным там предаварийным или не дай бог аварийным да вот такую работу мы проделали значит к чему мы пришли пришли мы вот к чему к тому что вспоминаем да насчет факторов нелинейности помним да оказалось да оказалось что здесь для обоснования близости ну или различия до данных лазерного сканирования и расчетных не просто желателен а абсолютно необходим был учет фактора какой нелинейности как вы думаете какой нелинейности я с вами в интерактиве отвечайте мы с вами различаем физическую геометрическую конструктивную и генетическую нелинейность да вот какой из этих факторов факторов нелинейности был абсолютно необходим ну показал свою необходимость до при обосновании для того чтобы объяснить вот это различие расчетов и лазерного сканирования но впоследствии и оценить безопасность этого здания с учетом этого фактора какой как на взгляд из этих четырех генетическая абсолютно верно да то есть вот именно учет последовательности возведения степ бай степ этаж за этажом да вот привел результаты расчетного исследования в близкое соответствие не в полное конечно но близкая и по тренду по качеству совсем близкой соответствии с результатом лазерного сканирования то есть одномоментная схема схема без учета генетической нелинейности которая использовалась проектировщиком давала качественно другие результаты по перемещениям до учет генетической нелинейности дал результаты очень близкие к эксперименту те различия которые были поэтажные мы учли дополнительно в виде экстраситетов и наклонов колонны стен до включили этого модель и показали что это по счастью повторяю по счастью не привело сколько-нибудь значимому изменению напряженно-деформированного состояния по крайней мере с к опасному изменению которое бы ставило под вопрос безопасность этого здания то есть как бы вот в этом состоянии до результат был другой но он был безопасный по критериям безопасности до параметрам вот и мы дали команду на возможность достройки этого объекта в соответствии с проекта и его эксплуатации что собственно и было впоследствии сделано это к вопросу о важности ну может быть такой неожиданного ракурса до важности учета нелинейности тех или иных но в данном случае генетически на этом объекте мы столкнулись но опять же у нас был уже на нем своеобразный абонемент через год вернее не мы опять же застройщики столкнулись другой проблемой до оказалось что когда они стали значит заливать пол ну такой чистый пол да там такой делать гладкий да и расчистили покрытие до выяснилось что покрытие многих этажей но перекрытие до перекрытия многих этажей вот этих да они были испещрены трещинами причем на разных этажах они по-разному были сконфигурированы имели разные там ширина раскрытия глубины там были ультразвуковой контроль проводился визуально керны и так далее нас опять позвали выяснить насколько это опасно является эти трещины силовыми или технологическими значит требует ли они какой-то заделки усиления или значит этого не требуется опять же это был такой большой цикл работы где мы уже очень подробно строили вернее встраивали трехмерную модель перекрытия до в общую оболочно стержневую модель этой конструкции у всего здания да и смотрели каким образом да вот эта картина трещина образования влияет на ну напряженно-деформированное состояние прежде перекрытий и соответственно на напряжение в арматуре арматуры там было достаточно много потому что в том числе это арматура ставилась из условия восприятия аварийной ситуации то есть той самой ситуации который мы должны проанализировать с точки зрения концепции защиты от прогрессирующего обрушения которым тоже говорили да ну вот вы видите такой типовой этаж точнее говоря два этажа да даже вот такие до этажа который встраивается в эту модель ну опять же был выполнен достаточно оперативно но качественно такое рода исследование было показано что все эти трещины не могут иметь силовой характер да потому что силовые трещины должны были бы быть распределены по-другому в соответствии с траекториями главных напряжений до которые мы выявили это первое и второе что вот учет причем такой лобовой очень подробный учет тех трещин которые были замерены до их расположение там проникновение по глубине вот они да действительно догружают арматуру вот эту самую да но не приводит эту арматуру в предельное состояние то есть там сохраняются еще запасы тем самым значит было сказано что эти трещины надо просто залить эпоксидкой но чтобы не было коррогирование дальнейших до коррозии чтобы не проникала туда усиление не потребовалось и собственно говоря это здание достраивалась до работы такие да по организации полов без какого-либо усиления до несущей конструкции перекрытия опять же к вопросу об учет у учете пространственности работы и в том числе физической нелинейности все что мы смотрели и обсуждали перед этим сегодня до касалось уникальных ну или особо ответственных или уникальных и особо ответственных зданий сооружений до высотные вспоминаем с вами да что является уникальными зданиями у нас есть четыре критерия они конечно условно и сразу хочу сказать условно но они есть и в нормативном российском поле неукоснительно им следует ну как бы ими руководствуются до четыре критерия но вы наверно тоже можете их назвать это высота здания больше ста метров почему 100 но ответа нет ну вот 100 да все с этим возникает иногда смешные истории как авторы проекта ну или там инвесторы как бы выходят из положения до чтобы не попасть в эту категорию уникальных зданий где требуется понятно альтернативные расчеты прохождение экспертизы но они как бы дополнительные усилия и финансовые нагрузку несут на себе да что инвесторам заказчикам не нравится конечно вот мы видели масса зданий масса домов где высота которых 99 там и 9 десятых метров да ну понятно что это смех до плюс-минус 10 сантиметров ничего не решает тем не менее по формальным признакам они не относятся категориям высотных то есть уникально и так уникальное здание высотой больше ста метров пролетом тоже больше ста метров если меньше 100 уникальная глубиной до подземная часть больше 15 метров и с консолями если консольные есть участки там элементы больше 20 метров то есть если вы вот одному из этих четырех критериев не удовлетворяете то вы можете уверенно говорить что ваше здание не уникальное и иметь при этом некоторые поблажки с точки зрения там проектирования обоснования безопасности там затрат как на это так и на прохождение экспертизы ну вот тем не менее даже сейчас да некоторые здания такого социального сектора которые никогда не рассматривались никак уникальны никак особо ответственные вот их связи с разного рода новациями в том числе и политического свойства да мы уже вынуждены рассматривать в другом контексте в том числе в расчетном контексте при обосновании безопасности вот здесь показаны такие здания социального жилья пик проект одна из крупнейших застройщиков в россии это компания пик в том числе в социальном жилье да это вот показано 25 этажное здание сейчас у них есть проект 33 этажное здание в связи с реновацией москве но не только москве и здесь уже те упрощенные подходы которые использовались ну на протяжении многих десятилетий можно сказать при расчетном обосновании таких зданий они уже но не просто не годятся они опасными становятся да потому что всякие упрощения имеет свой предел как вы понимаете да то есть как бы для здания малоэтажных ну там 9 17 этажных ну хорошо 22 этажных это может прокатывать с определенными запасами если это сделано а для зданий там 25 30 трех но не дай бог еще выше но есть опасения небоснования небезосновательное да что вот в этом в этой простоте может быть больше воровства да нежели истин так вот к нам обратились с этим как раз та самая фирма пик мной упомянутая да чтобы мы более внимательно с такой научной подосновой отнеслись вот к оценке безопасности к расчетной оценке безопасности вот такого рода нового проекта зданий 25 и 30 трех этажных здесь показаны как бы модели оболоченные ну прежде оболоченные оболоченности жнивые модели но вот видите даже есть фрагменты показаны и сваи там где требуется значит свайное основание даже основной упор делался как раз на моделирование ну мы бы сказали узлов на самом деле здесь это монтажные соединения до монтажные соединения панелей то есть это те соединения металлические сварные до такой сложной формы с помощью которых вот эти панели до крупно панельных домах соединяются друг с другом да ну такой своеобразный конструктор лего да а это как бы места соединения этих блоков мы хотели посмотреть и посмотрели как они работают как они деформируются в каком состоянии напряженно деформированным в том числе с учетом факторов физической геометрической нелинейности но пришел упруга пластических факторов она работает и к чему это ведет с точки зрения работы всей системы да насколько она устойчива при основных нагрузках и воздействиях вот здесь показаны некоторые картины мы видим тут трехмерные модели да и трехмерные напряженно деформированное состояние ну как бетонных элементов пластины так главным образом вот это несущих монтажных соединений в том числе по напряжением и по пластическим деформации ну если как бы опять же резюмировать резюмировать те результаты которые мы получили могу сказать что они дали такую совершенно непрогнозируемую картину да то есть мы ну не авторы проекта конструкторы ну тем более не мы не могли представить что вот эти соединения но стало быть и все сооружение все здание будет работать именно по таким схем потому что вот как бы деформирование и образование там зон локальных пластических деформаций которые там были шло такими путями которые ну авторы проекта не не предусматривали и тем более на них не рассчитывали нам вот это тоже был важный такой урок но естественно вполне практические рекомендации да устойчиво здание неустойчиво эти рекомендации дали вот и что требуется для усиления потому что оказалось несколько зон несколько элементов потребовали модернизации и усиление что авторами проекта было с благодарностью принято ну вот тут некоторые результаты по поводу асту общей устойчивости системы и так далее возвращаемся опять в такой многократно уже упоминаемый мной сегодня район москвы москва-сити как вы помните район небоскребов ну один из архитекторов такого таких ну градостроителей назвал это московским гетто для небоскребов да действительно их тут прямо один к одному их много вот и для них созданы какие-то свои специальные условия там хорошие плохие гетто это или наоборот какой-то там супер район вопрос вкуса скорее да вот но тем не менее безусловно это такое наибольшее скопление высотных зданий как мы видим здесь не только высотных в москве ну и если говорить о европе то можно сказать также я европе даже в европе нет второго такого района да если мы возьмем там франкфурт на майне лондон там этого дела поменьше и пониже москва здесь как бы впереди идет именно по скоплению небоскребов до высотных зданий вот один из объектов такой такой как бы не характерный вроде бы для москвы сити то есть не высотный а кино концертный зал ну понятно кино концертный зал высотном делать как-то странно это очень вместительное такое сооружение там много чего в этом кино концертном зале есть но собственно прежде всего кино концертные залы а ну и вот один из фасадов как вы видите решено вот таким интересным образом вот этот фасад да то есть это с одной стороны можно рассматривать как такой прообраз смартфона да там ну телефона мобильного до другой стороны внутри тут есть видите такие спиральки колесики которые как бы воспроизводят если можно сказать такие механические часы до ходики такие ну а тут мы видим эскалаторы внутри и так далее то есть как бы можно видеть жизнь внутри значит этого кино концертного зала с улицы с вернее говоря с городской площади которые здесь организована им соответственно изнутри видеть то что происходит на улице до основная проблема здесь была вот как раз организация этого фасада до фасад с конструктивной точки зрения представлял собой набор преднапряженных ванн на которых подвешивались вот эти всякие крутящиеся вертящиеся механизмы так ну и еще естественно закрывалась это конструкция закрывалась над это подвешивалась света прозрачные панели да ну или пакеты да такие многослойные ну вот здесь показаны некоторые результаты опять же вот как это выглядит с точки зрения модели ансисовская такая много про метрическая задача было бы требовалось много чего исследовать и много что оптимизировать до 0 и рационализировать в частности натяжение вант количество ванн сечение ванн вот этого значит сечение вот этой рамы да вот который на которые затягиваются эти ванты характеристики вот этих стеклопакетов мы видим что здесь они не однослойные двуслойные внутри есть слой газа который тоже оказывает влияние на деформативность этого пакета ну и конструкции с помощью к так называемой рутели с помощью которой это стеклопакеты крепится квантом то есть это такая очень сложно сочиненная с точки зрения расчетной модели ну и результатов расчетов конечно да и так сказать оптимизации этой конструкции система да вот это все было нами не с одной попытки прямо скажем из двух значит исследована ну выданы результаты данные рекомендации которые сегодня уже осуществлены на практике когда если вы будете в москве приглашаю вас вы там видите несколько объектов есть вот этот закрученный эволюция до рядышком вот это находится рядом с эволюцией по планетам в 30 метрах от нее да вот вот этот киноконцертный зал а вот с этим замечательным фасадом до таким стилизованным тоже будете посмотрите думаю это произойдет на вас должное впечатление но вот здесь показано распределение перемещений напряжений как в несущих конструкциях так и в стеклах стеклопакетах на последние годы хотя ознаменовать ознаменовались кризисом да не будем этого скрывать ну вообще в строительстве и естественно в наукоемком секторе строительства которые мы представляем и где мы работаем да тем не менее мы пока что как говорится тьфу-тьфу да без работы не остаемся но работа правда по преимуществу становится все сложнее все более таких тяжелых условиях по многим параметрам до заказчики становятся все токсичнее то есть нету таких вменяемых заказчиков давание восстановки такие нехороших до редиски так вот один из таких проектов недавних лет более того последних двух лет мы мы сейчас тоже выходим на заключительную фазу фазу прохождения экспертизы буквально в декабре с этим объектом как видите это такое сложно сочиненное сооружение на берегу моря на склоне сказать да на склоне который берегу моря черного обращено сейсмо активном районе подземно надземное сооружение которое называется винный парк винный парк почему винный парк не случайно потому что по замыслу ну как бы заказчика заказчик не много немало это сбербанк вот они закрыли захотели вот такой красивой жизни да вы видите рядом находятся известные как бы санаторий ну или ресорт-парк этого сбербанка называется мария это самое такое фешенебельные сооружение на берегу черного моря значит рядом они захотели вот такое развлекательный да и так сказать культурный центр да где можно хранить вино где можно его дегустировать да можно подниматься вот здесь вот на смотровую площадку и наблюдать за окрестностями ну и так далее и тому подобное да то есть предаваться всяким радостям до жизни ну как их понимает сбербанк по крайней мере для нас к сожалению это не все так просто потому что повторяю здание имеет и надземную достаточно вот такой как видите галерею достаточно податливую и подземную часть вот здесь как раз нарезка вот этих подземных этажей видите она достаточно глубоко вот все это взаимодействует с основанием все это находится достаточно сложных инженерно-геологических и сейсмо тектонических условиях то есть требуется расчета на сейсмические воздействия 9-бального уровня это потребовало как вы понимаете сейсмического микрофонирования в частности и научно-технического сопровождения этого проекта то есть это все таскать и методическом плане не очень просто но тем не менее вот такой объект есть страна должна знать не только своих героев но и те объекты которые вот она запускает почему потом говорю об этом потому что об этом объекте не так много пишут не так много говорят а в нашем профессиональном сообществе она конечно вызывает много вопросов привлекает внимание но вот силу такой комбинированности сложности сложно сочиненности самой конструкции и тех условиях которые ей приходится или надо будет работать но но вот здесь показаны некоторые результаты в том числе динамические включая блок основания вот куда как вы видите встроена эта конструкция да это все непросто на это все непросто перенесемся мы практически сейчас те объекты которые я показываю я собственно это заканчиваю через 5-10 минут до это объекты буквально последних лет да то есть такой свежак что называется да свежачок это самая высокая проект самого высокого здания москвы неудивительно что он опять приурочен к тому самому гетто небоскребов москвы москве сити ну наверное это последние высотные последний небоскреб москве сити после этого все площадки москвы сити будут застроены это последняя площадка можно сказать именно самого москвы сити потому что есть теперь уже больше большой москвы сити да это когда окрестности где тоже застраивается не такими высокими но тоже высотными зданиями это целиком российский проект да то есть архитектурный проект мастерской архитектурной сергея скуратова это известный архитекторов ну российский московский а почему говорю именно целиком потому что все другие проекты архитектурные проекты по крайней мере москвы сити это иностранно-российские да то есть там есть иностранные архитекторы но и некие российские которые приземляли их проект на российскую почву но насколько удалось это приземление судить как бы зрителям но это целиком российские да ну а мы в рамках научно-технического сопровождения осуществляли вот как раз те самые расчетные исследования безопасности до в частности сопоставлялись с альтернативными расчетами которые делались в частности в программных комплексах их было даже нет ни один а два софистик и скат мы делали бензиси для как нетрудно догадаться ну и некоторые результаты некоторые результаты сейчас это здание начало строится но начался это со свай да сейчас вот свайное поле там готовится ведутся испытания но вот здесь показаны некоторые результаты вернее модели ну и в частности схема свайного поля здесь тоже показано равно как и некоторые результаты да но в частности вот нагрузки усилия нагрузки которые держат эти свои ну и реакция самого здания на нагрузки и воздействия но включая собственно частоты и формы колебаний поскольку у нас с вами есть несколько еще несколько занятий как минимум одно как мне объяснила галина геннадь да вот все что касается стадионов чемпионата мира захватом другой темы да уже наверное на следующем занятии мы отнесем на неделю сегодня я наверное не успеваю да я прав да не успеваю ну мы успеваем только посмотреть что это за стадионы за которые вот наша молодежь я как их руководители получили золотую медаль российской академии артитуры строительных наук полтора года назад это вот как раз за эти стадионы за как раз научно-техническое сопровождение за обоснование механической безопасности до прохождения экспертизы с этими знаниями все эти сооружения как вы знаете построены более того активно и успешно использовались во время проведения чемпионата мира по футболу и используется сейчас как во время проведения игр чемпионата россии по футболу так и во время всяких развлекательных концертных прочих мероприятий да ну по крайней мере ряд стадионов нам известных таких как санкт-петербург ростов-на-дону нижний новгород екатеринбург в таком качестве уже использовались да вот в том числе для таких культурных да развлекательных мероприятий не только футбольных вот на этом хотел бы сегодня закончить наши занятия если у вас есть вопросы ко мне до готов на них ответить хотел вам напомнить напомнить да что нас с вами ожидает вернее вас ожидают сдача зачетов а меня ожидает их приемка так так что прошу обратить внимание и находиться здесь в плотной связи со мной с галин геннадиной да ну что это означает наверно скажем на следующем занятии да если уже не говорили вопросы как зачет будет проходить значит зачет будет происходить таким образом так как он проходил у нас последние несколько лет с вашими предшественниками со всеми можете у них узнать если конечно мы с кем-то из них знакомы значит то есть мы заранее то есть это большая большая для вас привилегия поблажка можно сказать заранее вы распределяете те вопросы на которые вы отвечаете во время зачета каким образом то есть мы даем вам возможность выбрать тему ну из тех которые вы прослушали естественно да в хорошем смысле этого слова прослушали да то есть углубились из из тех тем которые мы прослушали выбрать тему или по тему это первая часть на первые пять минут вашего ответа и презентации соответственно да то есть вы готовите презентацию но не я же один должен презентацию готовить вы тоже должны как-то уметь готовить да это первая часть на первые пять минут вторые пять минут объектовые то есть вы выбираете из тех зданий сооружений которые вы видели слышали во время наших лекций которые вы сами выбрали да например из на просторах интернета или просматривая какие-то журнал или на издание да это здание уникальное особо ответственно тех на которые есть возможность положить глаз а главное посмотреть на них с позиции конструктивной или точнее говоря механической безопасности это может быть высотное здание это может быть больше пролетное здание подземное сооружение ну и так далее тому подобное да вывод каждый из вас выбирает свой свой объект сколько экзаменующихся дающих за счет столько объектов естественно не должны быть у вас разные то есть в этом смысле они должны у вас тоже быть уникальной да один объект один экзаменующийся на другой экзаменующийся другой объект это касается повторяя как первой части темы то есть теоретическая часть назовем это на первые пять минут и объектовая часть вторые пять минут вот за эти десять минут 5 плюс 5 вы должны все это доложите услышать мои вопросы дать краткие четкие аргументированные ответы возможно услышать вопросы ваших коллег магистрантов может у них тоже будет вопросы возможно услышать их ответы если вы сами не готовы будете дать ответы на мои вопросы ну то есть короче это такая будет жировая интерактивная сдача а я уже сказал надо рассказать как про сам объект ну пять минут вам все на это дается да помните мнение альберта венштейна да что за пять минут любую самую сложную теорию можно донести до любой самой бестолковой домашней хозяйки да вот ну я так утрирую вот давайте в роли домашней хозяйки буду я выступать я буду вас слушать а вы за пять минут не вот расскажите про объект ну что он свое представляет где он построен кем он построен до спроектирован построен лечить ликой цели он служит и какие-то с вашей точки зрения с точки зрения той литературы которую посмотрите какие там проблемы основные с точки зрения конструктивной безопасности механической безопасности на ваш взгляд были решены какие каким образом были решены да и так далее конечно галина геннадьевна на этой неделе эти вопросы будут иметь а объекты ваши объекты я не скидываю это ваш выбор согласны а какой у вас есть другой стороны выход вы только согласен да здесь мы без демократии поступаем во всем кроме этого так вопросы ко мне еще есть какие-то пост по по лекции по лекциям по последующим лекциям есть какие то вопросы которые рухнули да можно я буду очень рад я не буду рассматривать это как проявление какой-то нездорового интереса рассмотреть те объекты которые ну к на которых были аварии да не обязательно они обрушились да ну вот не обязательно это трансваль парк и басман это мог быть вот конькобежный центр крылацкая я о нем сегодня немножко говорил да вот он потерпел аварию но не обрушился молодец удовлетворил критерием защиты от прогрессирующего обрушения да на самом деле в мире много таких объектов которые как бы ими там были а была аварийная ситуация но они не упали были другие которые упали дали там значительная часть обрушилась вот например вашей пермской области до бассейн дельфин 2005 год вот пожалуйста можете посмотреть и рассмотреть рассказать что там было почему это произошло с точки зрения но выводов экспертизы или ваших выводов да пожалуйста в мире тоже есть много случаев но много слава богу богу не очень много но все-таки значимо известный случай обрушения да вот и мосты и стадионы вот кстати есть очень интересная тема искусственного до обрушение здания ну когда их там сносят например да с помощью направленного взрыва ну или еще чего-то да вот тоже интересная тема да это как такая решение обратной задачи да где и сколько надо чего там подложить какое надо так сказать воздействие дать на то чтобы она она не просто обрушилась а правильно обрушилась да с тем чтобы заняло меньше площади да но вот вы знаете наверно недавно в екатеринбурге был такой взрыв недостроенной телебашни да например услышали наверное да благо от вас до екатеринбурга недалеко так ну и еще целый ряд таких объектов тоже известно китайцы очень любят этим баловаться ну что спасибо вам всего доброго до встречи через неделю